МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В памяти Михаила Евдокимова в селе Верховское прошел Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта. От сессии до сессии. Кого ждет веселая жизнь в университете? Мы заранее объявили о том, что будем выплачивать повышенные стипендии. Спустя два года прошли ли испытания временем быстро возведенные строения в селе Николаевка? Здесь все сырело, была плесень. Потом все это нам заделали. Трещины, конечно. Дом садится. Иван Нифонтов дома. Теннисный матч длиной в 4,5 часа и футбольная пощечина «Динамо». Не пропустите сегодня еженедельную рубрику Юрия Борлиса «Нескучный спорт». В тот день, когда я выиграл, я был безумно счастлив. Но потом, на следующий день я проснулся и понял, что это все равно как бы не золотая медаль. Наши новости в эфире. Здравствуйте. В студии Станислав Тетерятник. В Барнову вернулись лихие 90-е. Здесь образовалась группа из шести человек, которая держала в страхе не только некоторых жителей краевой столицы, но и людей, находящихся в местах лишения свободы. Мошенников, шантажистов и вымогателей задержали сотрудники полиции. Эта девушка стала одной из жертв лихой банды. Она работает риэлтором. После продажи очередной квартиры к ней домой пришли люди и потребовали деньги за сделку. Один схватил меня сразу за волосы, другой за руку. То есть, ей сказали, то есть, ты продала инвалидскую квартиру, ты должна на общак деньги, то есть, там на какой-то общак, ну, русской, не знаю, то есть, я не понимаю в этом, как бы, отдать деньги 50%. И, открывая другой флакончик, вылил у меня этот флакончик. То есть, на что я сильно перепугалась. Сказали, что через три дня будет кислота. Перепуганная девушка обратилась в полицию. Оказалось, она не единственная, кто пострадал от рук бандитов. Оперативники установили, организованная группа занималась и вымогательством, и мошенничеством, и подделкой документов, и шантажом. Например, они заставляли жителей края брать кредиты в банки, рассчитываться за них, а деньги бандиты забирали себе. Задержание подозреваемых стало столь неожиданным, что некоторые из перепугу спрятались в погребе дома. Роман, вылазь, добровольно. Не сразу, но Роман вышел, и уже с браслетами на руках. Всего задержали шесть человек, среди которых одна женщина. У них изъяли более 70 штук гербовых печатей, штампов, десятки банковских карточек. Предварительно все они поддельные. Также у преступников изъяты бланки, чистые бланки дипломов об образовании. То есть, соответственно, имея наличие печати и дипломы, преступники, я думаю, выдавали, а точнее продавали дипломы о том или ином высшем образовании. И это еще не все, чем занималась группа. За карточные долги или другие проступки бандиты отнимали квартиры у заключенных, информацию о которых им передавали поверенные лица из-за решетки. Сейчас полицейские возбудили уголовное дело в отношении вымогателей. Но есть основания полагать, что фактов их преступной деятельности было гораздо больше. Пострадавших просят обратиться к правоохранителям. Галина Юмашева присодействует Пресс-службы Главного управления МВД России по Алтайскому краю. На 58-м году жизни скончался известный в крае предприниматель и менеджер Сергей Хачатурян. Начав со слесаря на Алтай Коксахим, и через несколько лет он стал генеральным директором предприятия. Хачатурян был крупным акционером и генеральным директором Алтай Вагона, а занимался другим многопрофильным бизнесом, включая медийный. Сергей Грантович известен как меценат. Он возглавлял фонд культуры Алтая, открыл галерею Кармин, в которой широко представлены работы алтайских художников. Участвовал Хачатурян и в политической жизни края был, председателем Заринского горосполкома, депутатом Краевого законодательного собрания. А семь лет назад не стало Михаила Евдокимова. Накануне дня гибели 7 августа теперь уже традиционно к могиле Михаила Сергеевича приходят земляки и гости Верхобского, приехавшие из самых дальних уголков России. В очередную годовщину со дня гибели на родине Михаила Евдокимова состоялась паникида. По смертную службу у мемориала провел священник Смоленской церкви, отец Алексей. Участие в ней приняли друзья, родные и почитатели таланта, артиста и народного губернатора. Мы дали слово. Что бы ни было, мы будем всегда с ним рядом. Какие бы проблемы личные не были, мы должны все это отбросить и приезжать сюда. Михаил Сергеевич Евдокимов. Человек разорвал душу, отдал сердце людям, простым людям. Будь готов – это не лозунг, а предупреждение. Многие жители краевой столицы должны быть готовы прожить полтора месяца без горячей воды. Реконструкция тепломагистрали М-22 началась сегодня, а закончится 15 сентября. Как быть и что делать, выясняла Татьяна Гладкова. Пересечение проспекта Ленина и улицы Петра Сухова. Пешеходы еще не привыкли к отсутствию тротуара. Недавно здесь был асфальт. Реконструкция тепловых сетей уже началась. Теперь по многим тротуарам будет трудно пройти примерно полтора месяца. Но это не главное неудобство. Горячей воды во многих домах не будет ровно столько же. Работы плановые, но жителям города от этого не легче. Николай Кашников делает в квартире ремонт. О плановом отключении горячей воды не знал. Ее этап несколько дней не было. Говорит, спасибо, что хотя бы холодную оставили. Не знаю, объявлений нет никакого. Сказали, вот дадут, дадут, а объявлений нет. Вот чайник кипячу, посуду мою. Проспект Ленина, 136. У этого дома нехорошая репутация. Про него говорят, вечно здесь не все в порядке. О том, что в этом доме полтора месяца не будет горячей воды, жильцы узнали от нас. Вообще-то здесь уже должно висеть объявление, что 6 августа по 15 сентября будет отключено горячее водоснабжение. Объявление висит на соседнем доме. Появилось оно сегодня утром. Для Тамары Бежиной это слабое утешение. Воду отключают не первый раз за лето и не первый год подряд. К этому можно привыкнуть. А вот прожить еще полтора месяца без нормальной возможности сделать уборку или помыться, это выше понимания жителей микрорайона. Я вообще увидела, я сразу, я возмущена. Я еще не переварила это все, но это я возмущена. Это безобразие. Безобразие плановое. Теплосети необходимо готовить летом. Поэтому их реконструкция не единственная необходимость. Завтра начинается осенняя прессовка тепломагистралей. Зачем нужна прессовка? С одной стороны, это проверяет качество ремонтной компании, с другой стороны, это время устранить возможные неполадки в работе оборудования. А все это гарантирует, что окопительный сезон в нашем городе пройдет без сбоев и аварий. С 8 по 14 августа опрессовка теплосетей пройдет по контуру ТЭЦ-2, с 22 по 28 августа по контуру ТЭЦ-3. Она проводится два раза в год в соответствии с планом и графиком. Работа согласована с городской администрацией. Так что жителям Барнаула придется потерпеть временные неудобства, чтобы зимой погода в доме была бесперебойно теплой. Татьяна Гладкова, Александр Морозов. Наши новости. Их адрес не дом, а улица. В Барнауле прямо во дворе жилого дома поселились люди. Ничего экстраординарного они не делают. Тем не менее, только одним своим присутствием доставляют неприятности горожанам, которые тщетно взывают в помощь полиции. Об этом и других бытовых катаклизмах расскажет Кирилл Политов. Проезд «Рыночный» оправдывает свое название. С одного фронта его забрасывают мусором. Рабочие из соседнего базара с другого приезжающие из ниоткуда грузовики, которые уничтожили все посадки во дворе. В авангарде девятый дом. Здание с каждым днем погружается в пучину грязи. К тому же ближе к вечеру рабочие нового рынка подбрасывают местным жителям свинью, бывшую. Неприятный запах разносится на всю округу. Рады такой неожиданной подачки разве что бродячей собаки. Вместе с животными облюбовали это местечко и бродяги. Горожане попросту боятся выпускать на улицу детей. Опасно для жизни. Выйти невозможно, пройти уже вечером здесь невозможно, потому что стая собак может просто-напросто напасть и растерзать сырое мясо. Они, естественно, его делят. Более того, весь мусор, целлофан в крови, он весь летит и захламляет территорию. Все это относит к нашему дому. Мухи зеленые, то есть вот такого вот размера летают. Нам окна открыть совершенно невозможно. А вот на улицу Кавалерийскую обрушилась настоящая атака автобусной кавалерии, причем не чистоплотной. Некоторые шоферы после финишной черты разговляются, не выходя из-за руля. Бытовые отходы после пидстопов бросают прямо за борт. В пору конечную 57-го и 24-го переименовывать в городскую свалку. В первую очередь под мусорный обстрел попадают владельцы импровизированных погребов. Нередко им приходится откапывать подземелья от скопившихся отходов. Виноват перевозчик, владельцы 24-го и 57-го маршрутов. Те люди, которые обслуживают, это руководители. И комитет по транспорту, который просто-напросто, наверное, даже не обяжет их. Это убирать все-таки надо. Новую квартиру построили себе бездомные в Октябрьском районе. Стены из картона, пол из земли. А больше для них и не надо. Вот только таким новоиспеченным соседям не рады местные. По их мнению, этот несанкционированный прайд опасен для их существования. Сегодня в ранний час хозяев ночлежки нам не удалось застать на месте. Скорее всего, отправились искать горячительный провиант на вечерний ужин. Жители бы и рады выселить бомжей. Вот только своими силами справиться пока не могут. В другой части города, в доме по улице Парижской коммуны, тоже поселились незваные гости. На первом этаже грибок, на втором плесень, в подвале комары. Весь этот набор – венец работы управляющей компании. Здание не знало капитального ремонта с момента постройки более 50 лет. А я считаю, что виноваты наши управляющие компании. Они без конца меняются, ссылаются, руководители меняются. К одному придешь, через две недели вроде пообещают что-то сделать. Прихожу, вот лично я ходила, вот она наша, ЖУ-46. Приду, там уже другой руководитель, а мы ничего не знаем. Вот и все. В советском строении приходится не жить, а выживать. В подвале потоп. Трубы уже давно исчерпали свой ресурс. Находиться здесь просто небезопасно. Два извечных врага – вода и электричество – живут вместе. С кровлей тоже беда. Ливень практически насквозь пронзает двухэтажку. Из-за сырости основание дома рассыпается на глазах. Дом держится из последних сил. Как бы в ближайшее время барнаульцам не пришлось вместо коммунальщиков обращаться к спасателям. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Социальное жилье вам не полагается. Для бейчанки Анастасии Ждановой эти слова из уст чиновников прозвучали как приговор. Подробности в репортаже Евгении Ижутовой. В городе 3000 семей, нуждающихся в социальном жилье. Очередь движется крайне медленно. Да и попасть в нее удается не всем. Нужно собрать множество документов и справок, чтобы доказать – жить негде. Наша героиня Анастасия Жданова и ее маленький сын Никита остались без жилья. Ну, ответы получала в основном везде один ответ, что нас переселить с ребенком не имеют права. Да никуда не пойдем, будем жить здесь. Мы здесь прописаны. Ну, на данный момент я не знаю, что нам делать, нам некуда пойти. С юридической точки зрения прописка не является поводом для предоставления не собственнику жилья по программе переселения из ветхого дома. В данном случае собственником и старой, и новой квартиры является бабушка Анастасии. Однажды прописав внучку в своей квартире, второй раз она решила так не поступать. Дом попал под программу ветхого жилья, его начали расселять. Бабушку переселили, нам ничего не предоставили. Бабушка взять нас с собой отказалась. Наша администрация нам отказывается помочь чем-либо. В самом скором времени дом снесут. Его уже разбирают. На что можно надеяться и у кого просить помощи, Настя не знает. Говорит, уже давно бы пошла на работу, но боится однажды вернуться домой и не найти своих вещей. Согласна даже на самую маленькую комнату. Было бы где с сыном ночевать. С проблемой Анастасии Ждановой хорошо знакомы многие городские чиновники. Вот так проблема женщины выглядит со стороны закона. Поэтому администрация города не только не обязана, но не имеет даже права предоставить гражданке Ждановой иного жилого помещения в рамках адресной программы. На учете гражданка Жданова в администрации города не состоит. Решением она обращалась неоднократно к нам. Решением жилищной комиссии ей было отказано. Данное решение гражданке Ждановой было обжаловано в суде. Решением суда оставлено без изменений, а судебные коллегии по гражданским делам оставлено в силе. Такова буква закона. Здесь даже высокие моральные устои чиновников не помогут. Бабушка Анастасии имеет полное право прописывать или не прописывать внучку. Проблема не нова. Родственники бывают разные. Но что же делать человеку, оставшемуся один на один со своей бедой? Евгения Ижутова, Иван Зяблицкий. Наши новости. Овсяное будущее. Новый крупной завод появится в край до конца года в Смоленском районе. Уникальный завод по переработке овса возводят на территории Уст-Катунского хлебоприемного предприятия. Производство планируют запустить уже в декабре. Завод будет работать по новым технологиям, которые разработаны немецкими специалистами на современном оборудовании из Швейцарии и Германии. Европейское оснащение позволит увеличить объемы выпуска овсяной продукции в 2,5 раза, а также вырабатывать крупу высокого качества, уверены власти края. В перспективе ново-алтайское предприятие производительностью 100 тонн зерна в сутки сможет обеспечивать овсяные продукции не только российских, но и зарубежных потребителей. Общий объем инвестиций в проект превысил 65 миллионов рублей. На территории Бийска и Бийского района зафиксированы 4 случая заражения трихинеллезом мяса. Главная его опасность в том, что им болеет и человек. Заражение людей происходит при употреблении в пищу сырого и недостаточно термически обработанного мяса домашней свиньи и диких животных. Трихинеллы отличаются устойчивостью к различным методам их обеззараживания. Не убивает их копчение и засолка. Поэтому специалисты рекомендуют покупать мясопродукты только в магазинах или на рынках, прежде чем попасть на прилавок, они подвергаются ветеринарно-санитарному контролю. Им можно удостовериться в их качестве, потребовав у продавца сертификат. Я обращаюсь к жителям города и района, ко всем жителям, чтобы они, покупая продукции животного происхождения, то есть мясо, молоко, рыбу и прочее, всегда спрашивали наличие ветеринарно-сопроводительных документов. Значит, порой бывают случаи неорганизованной торговли, порой заезжают владельцы животных, не проведя авиационно-спертизу, в квартала, внутри кварталов продают продукцию. Это может чреваться, сказаться на здоровье нашего населения. Путешествие в историю. Окунуться в прошлое и краевой столицы сегодня смогли несколько ребят новоалтайского социального приюта. Экскурсию по старому городу, тайны старинных зданий и посещение музея «Мир времени» провели в рамках конкурса «Узнай Алтай» и его организаторы. Приняла участие в экскурсии Юлия Филатова. Узнавать новое всегда интересно, считают активисты общественно-патриотического движения «Узнай Алтай». И потому они решили пригласить ребят на увлекательную прогулку и знакомство с архитектурой прошлых веков. Место старта – у Демидовского столпа. Я думаю, будет интересно им что-то послушать, исчерпать для себя какую-то интересную информацию, узнать новую историю Алтайского края. Я считаю, что история – это очень интересно. Ведь история – это политика, а политика – это история. Но лучше, конечно, знать ее. Юные краеведы внимательно прослушали историю возникновения 14-метрового гранитного обелиска и здания бывшей богадельни напротив. Через некоторое время их любопытные взгляды поразил памятник архитектуры деревянного зодчества – дом купцов Шадриных. Экскурсия продолжилась на улице Ползунова, бывшей Петропавловской линии, у здания филармонии, а завершилась на площади Свободы. Я живу в Алтайском крае, но пока о нем мало знаю. Я с удовольствием приняла участие в этой экскурсии. Многие у нас из районов сейчас дети, и они барнаулиты не были в основном еще. А особенно они не знали, что есть старый город, новый, кто бы им рассказывал. Те уроки в школе, в общем-то, они настолько крайне редки, что посмотреть – это самое главное, а послушать – это совершенно другое. А конкурс «Узнай Алтай» продолжается, но не так много времени остается. Творческие работы принимаются до 10 сентября. Победителей ждут ценные призы – фотоаппарат, электронные книги и наборы художника. Стать участником можете и вы. Свои проекты приносите или присылайте по адресу город Барнаул, проспект Ленина, 93-Б, пресс-центр издательского дома «Прожектор». Юлия Филатова, Алексей Фризин. Наши новости. Далее Михаил Гундарин в рубрике «Реплика» нелицеприятно высказывается относительно реформы полиции и ее последствий. Добрый вечер. В эфире Михаил Гундарин с очередной репликой. Сегодня она касается реформы полиции. Ну или того, что называют реформой и того, что называют полицией. О, это был грандиозный проект. Ну а только грандиозность его измерялась в миллиардах рублей, потраченных на реформу органов, да еще в пиаровском размахе. Чего стоит только преображение милиции в полицию. Настоящее чудо из чудес. Но только чудо для тех, кто сумел воспользоваться его плодами, а не для нас с вами, для которых, по идее, все и затевалось. Вот вы, уважаемые телезрители, вы уверены, что после переаттестации те, кто остался в полиции, стал работать лучше. То есть, что наша с вами безопасность возросла. Если я в чем и уверен, то скорее в обратном. Ну, впрочем, на этот счет есть мнение, а есть статистика. Давайте начнем с мнений. Опять-таки, наших с вами мнений. Из тех, кто оценил на сайте агентства МИТЭЛ реформу полиции, а это около 500 человек, 200 с лишним уверены, что полиция ничуть не лучше милиции. Примерно столько же считают, что здесь вовсю процветает коррупция. Уверены в эффективности реформы только 17 опрошенных. Примерно о том же говорят и люди на улицах. Да нет, никаких изменений не произошло. Как говорится, от перестановки местолагаемых ничего не поменялось. Да ничего не изменилось. Как было, так и осталось все. А как было? Ну, как обычно. Ну, вы сами знаете, нашу милицию, полицию. Вы знаете, совершенно не заметил никакой разницы. Как они были двумя милиционерами, так и не остались. Похоже, почти ничего не поменялось. Немножко есть сдвиги, но незначительные. Как был, так и осталось. Мало того, что реформа, похоже, осталась бесполезной. Как бы ни наоборот. Складывается такое ощущение, что страну буквально накрыл вал преступлений, которые совершают люди в погонах, почувствовавшие вдруг свою полную безнаказанность. Есть чем похвастаться в кавычках здесь и Алтайскому краю. А вот и статистика по краю. По стране ситуация в целом схожа. В Алтайском крае за первое полугодие 2012 года выросло количество изнасилований, убийств двух и более лиц, убийств несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними. Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае завален жалобами на действия органов внутренних дел. Ну, а сегодняшняя моя реплика звучит так. Реформа полиции – это классическая реформа для реформы. Но, в отличие от многих других сфер, здесь дела обстоят гораздо хуже. Потому что, как в лечении болезни, бездействие оборачивается прямым вредом. И это мы сейчас чувствуем на себе. До свидания. Увидимся в пятницу. С 8 по 10 августа в Барнауле пройдет выставка продажи продукции Елатомского приборного завода. На ней будет представлена серия физиотерапевтических аппаратов для тех, кто заботится о своем здоровье. Вот уже более 30 лет специалисты работают под девизом «Все для здоровья, здоровье для вас». За это время они выпустили целую серию портативных аппаратов. Самый популярный из них – Алмак-01. Сотни тысяч человек уже оценили его лечебные свойства. При проблемах с опорно-двигательным аппаратом и сосудистых заболеваниях мы рекомендуем применять магнитотерапевтический аппарат Алмак-01. Он имеет большую площадь лечебного воздействия. Магнитное поле Алмака обладает обезболивающим и противовоспалительным действием. Остеохондроз, варикоз, артрит, заболевания сосудов или гипертония – при всех этих заболеваниях можно использовать Алмак. Он не вызывает привыкания, им можно пользоваться при необходимости годами, в удобном для вас месте и в удобное время. Так же, как и мавитом. Единственный физиотерапевтический аппарат для лечения простатита, сочетающий воздействие тремя целебными факторами – магнитным полем, теплом и вибрацией. Фея – устройство для глубокого прогревания горла, гайморовых и лобных пазух. Фею применяют для улучшения состояния при лор-заболеваниях. С 8 по 10 августа в городе Барнауле будет проходить выставка продажи медицинских аппаратов Елатомского приборного завода. Приходите в аптеки доктора Айболит по адресам улица Ленина, дом 139, улица 50 лет СССР, дом 4 и улица Георгия Исакова, дом 174. Ждем вас! На Алтае сезон сухих гроз. Есть ли дым без огня? Какие штрафы положены нарушителям? И какие силы брошены на борьбу с лесными пожарами? На эти и другие вопросы в программе «Наше время» ответит начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесами Алтайского края Александр Зверев. Интервью смотрите сегодня сразу после наших новостей в 21 час 35 минут в Барнаульском эфире. Ну а теперь о спорте. Несколько часов назад барнаульский бегун Сергей Шубенков успешно выиграл квалификацию дистанции 110 метров с барьерами. Его время 13,26 секунды. Полуфинал и финал завтра. Между тем половина россиян-болельщиков считает, что сборная выступает провально. Не только об этом в обзоре Юрия Борлица. А я благодарю за внимание. Смотрите наши новости также и в интернете. Всего хорошего. До встречи. Спонсор спортивной рубрики Барнаульская Горэлектросеть. Здравствуйте. На наболевший вопрос журналистов, может ли возникнуть вопрос о вашей отставке, министр спорта Виталий Мутко ответил. Вы какие-то кровожадные. Я же не плыву, не стреляю. Главная задача моя создать условия олимпийцам. Сегодня условия все созданы, но чтобы побеждать на Олимпийских играх нужен уровень развития общества, науки, медицины, фармакологии. Вы не найдете ни одной сборной, которая не испытывала бы проблемы в плане подготовки. Здесь абсолютно лучшие спортсмены страны, а мы все про какие-то отставки, сказал Мутко. Между тем, действительно, более половины россиян считают неудачным выступление российской сборной на Олимпиаде в Лондоне. Причину неудач видят в следующих факторах. 25% уверены, что это последствия развала советской системы спорта. 22% сомневаются в эффективности работы спортивных чиновников. 19% полагают, что причиной является отсутствие массового спорта в стране. А сегодня на вопросы алтайских журналистов отвечал еще один наш бронзовый медалист, пловец Андрей Гречин. Напомним, ему эта медаль досталась в эстафетной команде на дистанции 4 по 100 в вольным стилем. Гречин в какой-то момент даже разгневался сейчас на общественность, заранее присвоившую нашим спортсменам гарантированные, в кавычках, медали во всех видах. То есть вы считаете, большие средства вложены? А в футбол маленькие вложены? Средства? Что-то выступили кто-то? Дальше группу кто-то выиграл? Вышел? Грец. Я боюсь, если бы Греку какого-нибудь проиграл на 100 метров в вольным стилем, я бы сам со стыда умер. Вы что, смеете что ли? Какие огромные вложенные средства, вложенные в остальные виды спорта средства. Это ведь идет очень колоссальная психологическая нагрузка на спортсмена. Функционально они практически готовы все одинаково. Вы же представляете, то есть они укладываются там в 4 десятых. Это получается расстояние где-то 80 сантиметров все 8 финалистов. Пловец за выступление поставил себе 4. Болел за Нифонтова, будет ждать забега Шубенкова. Все еще путает наш часовой пояс и лондонский, владеет в известной степени английским, немного итальянским. Ну тяжело, конечно, так несколько языков все время, там, идти на французском сидишь, кушаешь, идти на французском болтают. То на французском, то на немецком. Когда уже пойти домой в комнату уже, я уже просто не мог в конце французский слушать. Мне как-то он так, очень нравится. Гречин говорит, по-особенному прочувствовал британскую олимпиаду, в отличие от пекинской. Следующий этап его карьеры – чемпионат мира. Не зимний на короткой воде, а нормальный, как выразился Андрей, летом 2013-го. Польется ли с неба? Узнаем из прогноза погоды. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА